Я тебе помогу, подскажу, как поторговать. Правоохранителем советского РУВД обратилась жительница столицы, которая обманул аферист криптовалютчик. В конце августа в тематической группе мессенджера Телеграм девушка написала сообщение с просьбой дать рекомендации, как без комиссии пополнить криптокошелек. В личные сообщения к ней откликнулся один из пользователей, который пообещал Минчанке помочь разобраться с ее вопросом, а также предложил оказать помощь в прибыльном инвестировании в виртуальной валюты. Минчанка поверила собеседнику, по рекомендации нового знакомого, потерпевшего установила на мобильный телефон одну из торговых площадок и перевела туда все свои виртуальные сбережения. В последующем под предлогом создания мультикошелька аферист убедил Минчанку перейти на фишинговую страницу, где она ввела все данные для входа в кошелек, в том числе и сид-фразу, используемую для восстановления доступа к криптокошельку. Получив полный доступ к виртуальным сбережениям заявительницы, мошенник вывел более 35 тысяч рублей в эквиваленте на свой счет. О том, что она стала жертвой аферистов, Минчанка поняла, когда попыталась вывести виртуальные деньги на карту, но не смогла. Тогда собеседник из Телеграм предложил ей обратиться в службу техподдержки. Специалисты службы поддержки пообещали помочь, но только при условии пополнения счета равнозначной суммой. Примечательно, что когда Минчанка в очередной раз попросила нового знакомого решить ее проблему, он признался ей в том, что он мошенник, а также дал рекомендацию не заниматься торговлей криптовалюты. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Напоминаем, чтобы не стать жертвой преступления, не переходите по незнакомым ссылкам, не входите в аккаунты на незнакомых платформах, никому не передавайте СИД-ключи.